Вот здесь у нас воск начали топить. Старались использовать языки, которые срывали или свеже отстроенные, где не было расплода, а рамки свежие. Сейчас они растопятся. Пока замачиваются у шаблоны. О них я буду рассказывать более подробно. Ждем, пока растопится. Добрый день, уважаемые пчеловоды, те, кто будет смотреть это, если это кому-то интересно. На каждой пасеке я считаю, что пчеловод должен научиться или освоить вывод маток для замены в семьях или для формирования отводков. Но это уже получается жизненная наша необходимость. И на каждой пасеке пчеловод использует разные приспособления для вывода маток. Мы используем для изготовления мисочек вот такие приспособления, которые смастерили сами. Раньше мы пользовались мисочки никотовские, значит, пластиковые. Покупали их в Китае. Сначала брали чистые никотовские. Потом увидели такой способ и сделали такой шаблон. Значит, есть такой шаблон в магазинах продается, силиконовый. Он 100% лучше из силикона, удобней, точнее. Есть специальные даже с ванночками продается. Все в наборе, если я не ошибаюсь, по-моему, около 7000 стоит. Но мы пока вот не доросли до этого и, ну, сделали я в том году сделал деревянный шаблон. Значит, принцип, чтобы кто понимал, принцип такой. Мы делаем такую планку, как мы ее делаем, я сейчас покажу. Но у меня в цеху находится еще сама рамка прививочная. Она в верхний брусок и здесь боковые такие, они в ширину такие широкие боковые планки. И в них вырезано отверстие, чтобы вот это вот место и вот это место, оно туда залезло. То есть, очень удобно, чем мы, когда прививаемся, мы не рамку целиком берем, а мы берем планку, положил ее, значит, привился, положил ее аккуратно в сторону, взял другую, и потом потихоньку аккуратно вставляешь ее и несешь уже в семью стартер. Ну, нам кажется, это очень удобный, но самый плюс этого, это очень большая скорость изготовления. Вы сейчас сами убедитесь в этом, увидите, как мы их делаем. Пожалуйста, я продемонстрирую, так сказать, продемонстрирую это, что мы делаем. Берем планку, окунаем несколько раз, несколько раз окунаем, и потом последний раз мы, можно поддуть маленько, и потом вместе уже с планочкой мы ее окунаем и охлаждаем, чтобы она схватилась. Все это занимает считанные секунды, обратите внимание, чем по одной делать, как мы раньше делали, как многие сейчас делают, по одной мисочке, потом эти мисочки прививать, это очень долго. Все, вот у нас все готово, все готово, и осталось только аккуратно отодрать ее, этот шаблончик снять, так сказать. Бывают накладки, появляются, но не в этот раз. Когда приноровишься, очень большая скорость идет, и вот, пожалуйста, и все. И пусть маленькая здесь грубовато, ничего страшного, пчелам главное вот это место. А оно получается идеально ровно внутри, они еще подработают, как им надо. Кому было интересно, пожалуйста, как мне это было интересно, так и я с вами делюсь тем, чем мы занимаемся. Всем счастливо, всем пока, до свидания. Продолжение следует...